Данная коллекция предоставлена Андреем Малаховым, который ведет передачу «Пусть говорят». Здесь запечатлен мирный праздник Нового года в военное время. Все конверты, прошедшие почту, все посвящены именно новогоднему привету с фронта. Филаталистическая выставка, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, собрала коллекции из Ижевска, Перми, Уфы, Костромы, Москвы, Бреста и других городов. Всего на выставке представлено 29 коллекций, в которых находятся уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны. Наше мероприятие открывает комплекс мероприятий, который будет проведен Российским центром науки и культуры к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Естественно, масса организаций проведут различные мероприятия к этой тематике, но вот мы решили открыть этот год, знаменательный год, филаталистической выставкой, которая проходит в рамках Всероссийской передвижной филаталистической выставки. На стендах представлены подлинные образцы фронтовой и тыловой корреспонденции, письма с фронта, тщательно подобранные тематические экспонаты с марками, конвертами, почтовыми карточками, карманами, календарями и многое другое. Мы дружим с филаталистами России много лет и взаимно участвуем. Они в наших выставках, мы в их. Поэтому предложение в прошлом году принять такую выставку в Бресте мы приняли с воодушевлением. Нашли прекрасное помещение, нашли свои экспонаты, которые тоже в эту тему. На открытии выставки присутствовал ветеран Константин Кругликов, для которого письма с фронта значит многое. Он поделился с присутствующими, учащимися кадетских классов, студентами, школьниками и гостями филаталистической выставки. Выставки историями о том сложном времени и о чем писали в те далекие сороковые. В основном писали, что жив, здоров, вот, и просили написать, как проходит в основном жизнь в деревне. Это интересовало нас больше всего. Никаких марок не было у нас. У нас трохугольничек бесплатный. Написал, отдал почтальону и на этом до свидания. Город Брест является самым первым городом, который принял удар гитлеровской Германии. И здесь предоставлены экспонаты, которые именно помогают участвовать в деле подрастающего поколения, где каждое письмо с фронта является, будем говорить, для нас шедевром, а для людей это была жизнь. Завершится проект накануне Дня Победы в Москве в мае 2020 года.